Здравствуйте, друзья. У нас Эдуард, наш генеральный контрактор. Это вот он привел всех этих мужиков, которые делали нулевой цикл. Это отдельная организация, да, которая нулевой цикл. Они специализируются на этом? Они специализируются. Я знаю, что у вас своих сотрудников много. Абсолютно. Но это люди со стороны. Это люди не просто со стороны, это люди, с которыми я постоянно делаю вот эти рафсы. Вот эти вот маневые циклы. Это мои поднарядные так-то так. Понял. Понял. А вот я хочу посмотреть вот на эту конструкцию здесь, которая для заливки бетоном. И вроде бы вчера должен был инспектор прийти, а в то же время что-то произошло между вчера и сегодня. Вот я вижу, что там прутья раньше лежали совсем на дне, а теперь они на некотором расстоянии. Это называется доббис. Это для того, чтобы дать расстояние 3 инча от граунд. От земли. То есть должно быть 3 инча, то есть 3 дюйма. Сегодня 10 сантиметров там. Да. 8. Хорошо. А на что смотрит инспектор? 7 с половиной. Вот он придет. Инспектор придет. Что он хочет увидеть? Вот конкретно для опалубки, что ему надо? Для опалубки конкретно инспектор будет... Тут у нас еще добавилось, смотрите, ой-ой-ой. Саму опалубку плюс ребарс, то есть арматуру, как она установлена, установлена ли она по деталям, которые обозначен структурный инженер. Так. И anchor bolts, hold downs, так называемый hold downs для sharewall. Слушай, а вот эти вот штуки? Вот это вот и есть hold down. Hold down. Это часть hold down. Это вот одна из частей hold down. Hold down вообще система, которая связывает sharewall plywood, фанеру вот, и foundation, и конкрет. Это вот, эта часть заливается бетоном, а выше, а выше, связывается, ну... Через эти штуки? Через эти штуки, да. А потом деревяшки все снимутся, жалко такое хорошее. Слушайте, все говорят, такое дерево хорошее, и куда же оно потом денется? Ну, мы будем его дальше использовать в процессах других. У нас другие тоже фонды. Нет, это вообще, это дерево выбрасывает, то есть его нельзя дальше использовать. Нет, ну вот говорится, что на другой объект пойдет. Но здесь же оно новое совсем. Такое хорошее. Франциско. Для нас. Для нас оно новое. Значит, Франциско, вот этот вот парень, он фреймер. Вопрос в том, что будет происходить, что все это дерево? Будет это реализовано в следующих этапах конструкции? Да, большинство этих формов здесь новой, но мы их реализуем. Мы их реализуем, может быть, три раза, и потом мы их сняли. Да, мы ее реализуем. Мы ее реализуем, мы ее все сняли, и потом мы их сняли. Которые? Больше пусто, пусто, лучше петли вашим фондачном. Хорошо. Там есть еще это вопрос, которые люди задают. Когда конкретно делается, вы меняете на цену кокусто на конкретно, в каком кубике метро? Как это вы меняете? Как много конкретно делается? Based on particular detail, particular structural drawing detail, we go by, if we go by footing, we go by linear feet. Okay, linear feet of feet. We go by pier, we go by type of pier and number of pier. Ну, например, сколько может стоить линейный фут? Или, там, линейный метр? Ну, вилка какая? Просто они хотят какую-то идею там. Вот, сравнивают, все сравнивают, как на Украине, как в Казахстане, как в России. Там, вот, я слышал, что дорогие работают. Нет, нигде не будет так дорого, как в Калифорнии. Дорого? Дорого. Окей. Зато у нас нет зимы, видите, какой у нас ярмарь прекрасный. Окей, thank you very much. А вот это, что это будет, вот это? Это пир. Это колонна такая. Это, 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 вот так вот заливается бетон вот тут. А вот тут вот у него такая вот, ну, как бы, 50-50. Он что-то поддерживает? Да, конечно. Он поддерживает эти пиры, поддерживает через посты, поддерживают гордеры. Такие лаги большие. А, то есть вот когда доски будут ложиться, да, они будут на них потом сверху? Это двойное. Получается, сначала вот эти пиры поддерживают гордеры, то есть мощные лаги. А на них уже кладутся другие половые лаги, горёк. А потом уже идёт полк. Ага. Понял. Поэтому их много, и они бетонные тоже. Да, они бетонные. А вот скажешь такую вещь. Я человек, может, наивный, но вот я смотрю, там же, там же дырка. Вот если они сверху будут бетон заливать. Ну, а он же здесь должен как бы вылезть снаружи, нет? Франциско, Франциско, here's an interesting question. That's for you to ask. Yeah, the question is, if they start pouring concrete here, so just visually, I have an impression that concrete should go outside. It's... There is a big gap. Yeah. Oh, yeah, yeah, no, 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 we still gotta put in a couple of fillers, because originally... There will be, there will be... Yeah, yeah. Brace, brace plywood, something like that, right? Yeah, yeah, we still gotta put a couple more. It's just, like, that area was a low spot, so we gotta fill in a little bit more. Okay, so there's a little bit more. Okay, so it's good. So you think it'll look like it'll look like it's all right now? It's still gonna pour out, because you have a rasp. The red slab all the way around. Okay. Thank you very much. Red slab, two inches, there'll be everything here, and it'll be closed with a layer of steel. It won't be on earth, but it'll be only a layer of steel. It's so-called red slab. Okay. It'll be closed. It's so-called. It's like it's called. It's like it's called. It's like it's called red slab. Yeah, I understand. Red slab. Well, that's right. So, today you will be in the air, so you'll be here, right? Yeah, of course. Okay. для наших ребят которые смотрят вы откуда сами я сам из риги давно уехали 89 ага ну то есть давно можно 25 лет назад но вас нет патчпорта европейского там рижского нет знаете да как там хаем кем ты работаешь это испытатель это что же ты испытываешь нужду нужда в европейском ну что хорошо ладно спасибо большое приходите еще всего доброго и вы к нам